Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за Твой план спасения нашего в Иисусе Христе. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарны Тебе за завершенную работу Иисуса Христа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Мы благодарны Тебе за этот замысел нашей чудесной жизни в теле Господа Иисуса Христа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благослови это слово, эту порцию, дай нам глубокие размышления. Во имя Твоего Иисуса мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Какое благословение быть в особенном месте, где мы интенсивно слышим об Иисусе Христе? Я хочу слышать еще более интенсивно, поэтому я записываю, поэтому рождаются новые, новые, новые словословия и хвала Господа в проповеджах. Вот выступление пастора Нурлана. У меня пять пунктов, которые были у него упомянуты. Первое. Иисус приглашает нас в гости. Кому это понравилось? Кто в гостях у Иисуса Христа? Две руки, две руки. Некоторые не подняли. Итак, смотрите, первый пункт. Иисус приглашает нас в гости. Или же добро пожаловать. Любовь идет дальше нашего противления. Давайте похлопаем. Это дает второе. Новую надежду. И эта новая надежда нас ведет к тому, чтобы мы оставили прежнее. Новая надежда и оставляем прежнее. Это в Иисусе Христе. Третий пункт. Мы возрастаем в Иисусе Христе. Я его назвал «Унок Иисуса». Как это сделала Мария. И как это сделала Марфа Божия. И какое путешествие Марфы. Но это мое уже размышление дальше. Возрастание. Унок Иисуса. Четвертое. Наше время. Да, турбулентное. Славное также. Это рождение заново. Через сложности нашего государства. Мы продолжаем с Иисусом. Пятое. Мы видим очень важную картину «Колодец и водонос». Она оставила свой водонос, чтобы пойти и сообщить об Иисусе Христе. Это и есть тот самый процесс животворения Словом Божьим. Когда оно нас приглашает в том, чтобы мы вникали. Это большое богатство. Сегодняшняя проповедь, я ее назвал «Реки жизни». Кому нравится это название? Мне нравится. Вы помните, в Эдемском саду была река одна. Потом она на четыре реки разделялась. Если посмотрим на название этих рек, это «Природа Христа», «Стремительность», «Милость» и так далее. Но была одна река. И завершается Библия тоже рекой. Рекой жизни. Где эта река жизни протекает? Максим? В небесном Иерусалиме. Правда? Да. Где? Правильно. Там. По всему небесному Иерусалиму. По всей широте небесного Иерусалима течет. Как же люди ходят там? Как мы будем ходить? Ходит как-то. А? Ходит как-то. Да. Здорово. Это по приложению и применению. Это все мы. Все мы. Потому что это воды Духа Святого, в которых мы с вами. Но давайте. Итак, река жизни. Книга Исаии, 12 глава. Первый пункт. Господь говорит, первый стих. Он говорит через Исаию. Славлю тебя, Господи. Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой. И утешил меня. Замечательная позиция. Господь не лицеприятен. Что-то происходило в жизни Исаии. И Господь любит Исаию. Но то, что происходило, Он гневается на это. Он любит Исаию. Но Он очищает Исаию. Второй стих. И вот воздействие Бога на пророка. Вот Бог спасение моё. О чём это говорит? Я думал не о спасении. Я думал о ситуации. Вот Бог спасение моё. Уповаю на Него и не боюсь. Ибо Господь сила моя и пение моё. Господь. И Он был мне во спасении. Сколько мы в нашей жизни испытываем таких сложностей, где мы отдаём наше время драгоценное, которое мы могли бы славить сложностям, болячкам, ссорам, недомолвкам, подозрительностью. Ну, у вас такого не бывает. Это хорошо, что мы смеёмся над этим. Мы смеёмся над этим только из Иисуса Христа. Потому что наши весы, они всегда находятся в руках Иисуса Христа. И это не грех и праведность Иисуса. Это только праведность оттуда и радость. И вот в этой радости мы берём этот стих, второй, и берём третий стих. Итак, первое – это признание. Вот Бог – спасение моё. Спасение – это Бог. Второе – я защищён, и я не боюсь. Третье – Он – сила моя. Четвёртое – Он – пение моё. И Он – везде пятый во спасение. Замечательно. У нас с вами получилась целая область для размышления над Господом по одному стиху. Вывод такой из этого стиха – третий. И вы будете в радости почерпать воду из источников спасения. Давайте похлопаем. Как только мы перешли из того, о чём мы думали, переживали, то мы получаем сразу же от этого источника спасения покой, радость, смысл жизни. Наши эмоции не должны превышать наш ум. А ум должен быть новым в Иисусе Христе. Мы всё время находимся в положении почерпывать – это первый стих – почерпывать из источников спасения. Исаия, 12 глава, 2-3 стихи. Итак, почерпывать из источников спасения. Всё время почерпывать. Это Исаия, 12 глава, 2-3 стихи. Запомните это. И живём этим. Второе. Если возвращаемся к первому стиху, то там происходила проблема. И эта проблема была в том, что мы можем заигрывать со своей плотью. Мы можем отдавать ей время. Плоть – это обозначает никакого смысла в жизни. Воззрение, воззрение только светское и никакого общения с Господом. Что делает, а какова цель у Бога? Пойти любовью через, как пастор Нурлан сегодня замечательно сказал, пойти любовью через это противление. Но для нас нужно, чтобы мы совершенно чётко знали в этом перечне не заигрывать с плотью. Это очень серьёзно. Когда я нахожусь в оплоти, я не вижу других людей. Павел, когда находился в оплоти, он хотел сделать доброе. Правда? 7 глава, послание к римлянам. И он причём хотел сделать это доброе на трёх уровнях – эмоционально, духовно, умственно. И как только он начинал это делать, то происходило другое. Он съезжал, потому что это было в оплоти, он съезжал на то, что ему не нравилось, то, что он ненавидел. И он понимал, что играет с плотью. Кто это делал? Смело. Адам. Адам. С плотью он. Вообще про Павла я говорю. Но это адамическая природа. Я понимаю, что ты говоришь, да? Это адамическая природа в каждом из нас. Если она была у апостола, такого великого апостола, как она вообще там выживала? Господь позаботился об этой адамической природе у Павла. Помните, как это произошло? Благодать достаточно. А перед этим что? Жалоба. И от чего он хотел избавиться? Жалоба плати. Жалоба плати. Он думал, это ангел сатаны и так далее, что, Господи, зачем мне это нужно? И Господь сказал ему. Итак. Зачем мне это нужно? Ответил Господь на этот вопрос? Достаточно. Достаточно тебе моей благодати. Жало я оставляю. Чтобы не выскорбить. Чтобы как только заиграешь, так и будет мочить. Так и это всегда и у нас то же самое происходит. Не заигрываясь плотью. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стих. Господь обращается к своим ученикам и говорит откровение. Плоть не имеет никакой пользы в нашей жизни. Наши плотские жизни не приносят ничего хорошего. Как-то я размышлял о замечательных литературных произведениях. Например, Анна Каренина Толстого, Воскресенье Толстого, Война и мир. Отцы и дети. Отцы и дети. Я начинаю думать, да, действительно это колоссальное произведение, которое было написано. Войной мир его супруга переписывал 25 раз. Вы слышали об этом? Когда не было интернета, не было и так далее. 25 раз, когда он снова возвращался, ему уже не нравилось, он развивался, возрастал, и она трудолюбиво служила ему. Но это же произведение, где люди объяты грехом. Везде, в каждом произведении. Кто писал их? Это бывший гусар и также дуэлярт, сам Толстой. Когда он пишет «Отец Сергий», по-моему, то там некоторая часть – это он тот самый. Но он также и замечательный грешник. Когда он перестал с плотью играть, то у него произошли подвижки. Третье. Евангелие от Иоанна, 4 глава, как мы с пастором Норланом вместе идем в этом направлении. У пастора Стивенса была как-то сказана в проповеди такая фраза «Слишком много не возвращайтесь к этому» – на отрывку Евангелия от Иоанна, 4 глава. Но это сказал пастор Стивенс. А нам Дух Святой говорит, ой, это такая глубокая. Причем, когда мы смотрим на эту глубину 4 главы, она идет после 3, когда Иисус… Кто помнит, что было в конце 3 главы? Иисус пришел к Иордану со своими учениками. И ученики с удовольствием пришли. Они когда-то были вместе с Иоанном, крестителем, и они тут же начали помогать и крестить людей водным крещением. Иисус молчит. Фарисеи подошли и видят, что ученики Иисуса крестят водным крещением. А, ну, тогда мы понимаем, для чего Он пришел. Он пришел, чтобы крестить. Иисусу это стало известно. И Он уходит. Собирает учеников и уходит. И они идут в Самарию. Вопрос. А что там? Безделье было Иисуса Христа? Зачем Он приходил к Иордану? Ни одного слова не было произнесено. Служение Иоанна Крестителя закончилось. Иоанну Крестителю предлагалось добро пожаловать. Идем с нами. Но, так же у него было служение от Бога, но это служение закончилось. Он уже объявил, кто, кем является Иисус. Это Агнец Божий. Ему нужно было идти за Господом. Через некоторое время его казнят. Иоанна Крестителя. Надо было идти за Господом. И как написано в 17 главе Евангелия от Иоанна. Отче. Те, которых Ты мне дал, я сохранил. Он пойдет на Крест. Все ученики Его будут живы. Кроме предателя, который не был верен и который не веровал в Иисуса Христа. Так вот, в 4 главе Иисус пришел, чтобы подарить у источника, у колодца Яковлева, Он пришел подарить истинный источник жизни. Он говорит этой женщине, Самарянке, о том, что от этой воды, которая в этом колодце, ты будешь пить и возжаждешь. Я тебе даю источник, который будет в тебе, и от него будут идти воды вечной жизни. Он дарит, и этот дар для каждого из нас. Значит, третье – дарю источник жизни. Кто говорит это? Иисус. Иисус. Мы пользуемся и развиваемся. Кто делает это опять? Иисус. Насколько величественна посвященность отцом своего сына, что в нем, в Иисусе Христе, есть вся полнота жизни. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих. В нем была, есть и будет жизнь. Это точный перевод будет, да? Была жизнь, написано у нас. Была, есть и будет жизнь. И эта жизнь была светом для людей. Ту жизнь, в которой он жил и наблюдая за ним. А сейчас, наблюдая за церковью, телом Иисуса Христа, люди видят Бога. Они видят жизнь. И какой Бог, и какой Он любящий. Можно противопоставлять что угодно церкви, доктринам и так далее. Нельзя сделать следующее. Нельзя заставить людей, чтобы они жили по-прежнему. Потому что им подарен источник жизни. Четвертое. Первое Тимофею, первая глава, замечательное исповедание апостола Павла. Смотрите. Задача апостола Павла в этом послании стимулировать веру Тимофея. Эта вера была и в его бабушке, и в его матери, и в нем тоже. И кроме того, то служение, в которое посвятил апостол Павел Тимофея, это был начаток. И над этим начатком нужно обязательно работать. Работа заключается в 6 стих 1 главы. Возгревай тот дар, который ты имеешь. Как мы можем возгревать? И вот это воздействие и процесс, они очень важны в жизни. Это наша ответственность заниматься этим. Мы поем песни, мы берем стихи из Библии, читаем отрывок, идем и гуляем по Библии, и снова возобновляем те смыслы, которые мы знаем. Это является ничем иным, как тем, что наше сердце переполняется смыслами Иисуса Христа. И тогда вот это правда почерпывать из источника жизни, текущего в пустыне. Когда мы заигрываем с плоти, мы возвращаемся в пустыню нашей жизни. Там ничего Христова нет. Это невероятно. Он сотворил нас, но плоти, ничего плотского не войдет на небеса. Но вот мы, родившиеся в Иисусе Христе, обыкновенные по плоти, мы вообще с вами претерпим удивительное рождение, но не рождение, а воскрешение нашего тела. Это тело будет сияющее. Как недавнее исследование, проводимое генетиками по зачатию плода, когда происходит совмещение двух клеток, как яйцеклетка и семя мужчины, то происходит фейерверк. Что-то вы молчите. Представляете? Фейерверк. Фейерверк происходит. Это радость на небесах, потому что через ней, что младенец уже все имеется. Это невероятно. Когда мы будем, когда Господь придет за нами, и это будет ради того, чтобы наши тела обрели новую прославленную сущность, то это будет удивительный фейерверк. Фейерверк такой, что за обретением нового тела, наш, преображенного тела, такого же, как у Иисуса Христа, который имеет способность оказываться в любой материальной точке. Не буду я говорить, используя термины другого направления, но это как тело Иисуса Христа, которое, имея вес, может идти над водами, перемещаться в пространстве, заходить через всякие препятствия в то или иное здание, как Иисус явился своим ученикам. И он... Двери и окна были закрыты, он вошел. Это удивительно. Так вот, это будет спасение нашего тела, о котором говорится в первом послании Петра. Это как прекрасно, да? Первое послание Петра, первая глава, седьмой стих и далее. Мы достигаем спасения верою. Это спасение нашего тела. Что касается души и духа, они спасены сразу же, когда мы приняли Иисуса Христа. Итак, в первом Тимофееве, смотрите, что происходит. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Это произошло через некоторое время. И мы видим, что это любовь... Саввел ожидал смерть. Когда он встретился с Иисусом, это была сцена такая, что я натворил. Потому что он шел против Иисуса Христа, он шел против церкви, тела Иисуса Христа. И вместо этого Господь дарует ему то, что мы сейчас здесь читаем. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно. Это слово хупер плазо или пленозо. Плеонозо. Хупер пленозо. Это обозначает... Это как фонтан, который открылся. И все мощнее и мощнее бьет эта струя жизни. Благодать. Поэтому мы с вами так любим эти послания апостола Павла, потому что это так же происходит и в нас. Благодать Господа Бога Иисуса Христа открывается обильно с верою и любовью во Христе Иисусе в нас. Пятнадцатый стих. Вот описание его биографии Павла. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос пришел в мир спасти грешников. Давайте похлопаем. Мы грешники. А посмотрите, то, что пишет Павел, раньше бы он этого никогда не написал, когда был иудеем, просто иудаистом, из которых я первый. Он был в своем понимании иудаизма, он был первый из праведников. Здесь мы с вами видим следующее, что ему грехи эти все были прощены. Человеку, о котором уже и не молились, пастор церкви в Дамаске сказал, Господи, да это же человек, который столько зла принес церквям твоим. И Господь сказал, как его любовь, она идет дальше, противление, сопротивление Павла или Савла в то время. И получается, он делает это признание. Для чего делает это признание? Для чего, Светлана? Что первый из грешников? Чтобы напомнить, что ветхая греховная природа в нас. Да. Он говорит, я первый из грешников. Чтобы раскрылась слава того, что совершил Господь. Потому что он действительно был тем, который уничтожал церковь. И, но для того и помилован, спасибо, Светлана, замечательно. Но для того и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в него к жизни вечной. Давайте похлопаем. Теперь послушайте внимательно, что он в 17 стихе говорит. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Что это такое? Это преизбыток. Чаша переполнена. Благодарение, благодатью. Пейте все. Он был такой. Господь из него сделал этот фонтан благодатью. Итак, у нас с вами четвертый фонтан благодатью. И пятое. Давайте откроем 22 главу. 21-22 глава книги Откровения. 22 глава. И ангел показал мне чистую реку Воды жизни светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, то есть Иерусалима, и по ту и другую сторону реки дерево жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Что это за река, которая идет по всей широте Иерусалима? Если мы посмотрим и свяжем воедино наше пребывание там, а это самое главное, храма я там не видел, но храмом этого города является сам Господь Бог и Агнец его. И мы там. И вот мы являемся теми людьми, которые имеют эти источники и фонтаны благодати. И это по применению. Мы увидим эту красоту там, на небесах, но тем не менее, уже сейчас, а кто, какая река жизни течет в нашем городе. Всякая церковь, исповедующая Иисуса Христа, является той рекой жизни, которая течет и сейчас здесь, потому что мы предметно разговариваем о Боге благодати, Боге спасения. Нам необходимо, мы нашли когда-то в своей пустыне жизни источник, и мы стали из него черпать. Мы отложили всякую плоть и стали замечать это познанием Иисуса Христа. Он даровал нам с вами удивительный подарок. И этот подарок – источник, из которого идет жизнь. Если вы задумаетесь, попробуйте, я задам вам вопрос, как вы думаете, сколько людей через вас пришло к Иисусу Христу. Это вопрос, вы можете во время дискуссии попытаться ответить на него. Следующее – мы через этот источник развиваемся. Это уже неудержимый фонтан благодати. Это миссия, это планирование, это поездки и так далее. И в конце концов это превращается в ту картину будущего реки жизни. Аминь. Отец наш небесный, мы благодарны Тебе за это чудо нашей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Твоей любовью достучался в наши сердца и в пустыне нашей жизни бесплодной, но, может быть, хвалящейся Ты подарил нам источник бод жизни. Ты, Господь, совершил победу над теми плотскими воззрениями, которые были у нас. Ты даровал источник жизни, и это предмет написал Господь в Своем Евангелии. Ты развиваешь так, что эта жизнь, она охватывает теперь уже и весь мир, и мы можем быть участники любого миссионерского движения по всему миру. Мы благодарим Тебя, Господь, за развитие нашей жизни, и благодарим Тебя, что это уже река Евангелия. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что когда-то в Ветхом Завете была описана красивая река, в Новом Завете это река жизни. Слава Тебе, Господь! Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите его, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи Твоему Слову, приведи в живую церковь, люби, прощай, поднимай, если упаду, во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос я прошу и молюсь. Аминь. Спасибо. Благодарю. Аплодисменты. Спасибо.